Наш выбор Наши проблемы, которые касаются не только нашего с вами общества, но и проблемы, которые касаются всего мирового сообщества. От этих проблем зависит наше будущее, от этих проблем зависит наш с вами завтрашний день. На сегодняшний день мы решили выбрать первую тему для нашей передачи и она будет называться Евразийский союз и присоединение Армении к данному проекту. Что из себя представляет Евразийский Союз и каковым он может быть будущим, сегодня мы с вами обсудим в нашей передаче. Данная проблема стала широко муссироваться в СМИ и обсуждаться широкими массами после того, как президент Армении Серж Саркисян посетил Российскую Федерацию и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Президенты стали обсуждать важные проблемы, которые касаются наших обеих стран. Однако они не затронули тему Евразийского Союза и присоединения Армении к данному проекту. Почему? Может быть потому, что еще не время? Или может быть потому, что пока рано говорить об этом для Армении? Но в целом данная тема обсуждается очень широко в наших массах. И мы должны решить, слезообразно ли вступать в данный союз или нет. Или это на самом деле проект, который не имеет будущего. Разные позиции существуют на этот счет. Считается, что Евразийский Союз это некий союз, который не имеет будущего, потому что он не имеет четких целей. Потому что сегодня говорят о том, что некоторые страны пытаются навязать свою политику. Но противопоставляются некоторые факты, о которых сегодня, мне кажется, необходимо нам с вами поговорить. Во-первых, поговорим о проблеме суверенитета, которая широко обсуждается. О том, что Армения или другая страна, которая может вступить в Евразийский Союз, потеряет свою независимость. Или часть своего суверенитета. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что мы не рассматриваем проблему в корне. Так как проблема очень глубокая. Суверенитет, как мы с вами знаем, это абсолютная постоянная власть государства. Которая никем не делегирована. И поэтому никем не может быть отнята. Мы сегодня говорим о том, что Армения должна найти свое место. И решить свою роль в данном союзе. Мы должны решить, какую роль мы можем играть в данном союзе. И что мы можем дать, чтобы взять. Евразийский Союз – это проект конфедеративного государства. В первую очередь, это союз для экономической выгоды. Но также, конечно же, речь идет о политическом, военном, стратегическом союзе. Но каждая страна, которая вступает в Евразийский Союз, должна знать, что она должна что-то дать, что-то взять. Потому что только лишь в этом случае можно говорить о целесообразности данного союза. Или вообще союза в целом. Страны объединяются для того, чтобы иметь свою экономическую выгоду. Но, прежде всего, страны получают огромный рынок. Страны получают возможность реализовать свой экономический потенциал на рынке. Ведь это 200-500 миллионов человек. Ведь рынок, который может дать очень многое. Но рынку нужны товары, которые каждая страна должна производить, имея большую конкуренцию. Поэтому речь идет о том, чтобы Армения смогла найти свое место и свою роль. Чтобы Армения смогла решить свои внутренние проблемы. Я думаю, что самые важные проблемы сегодня заключаются в том, что мы перестали слушать друг друга. И перестали понимать. Мы не можем определиться. Мы противопоставляем одно другому. Нам необходимо слушать друг друга. Понимать и вникать. Я думаю, что противопоставляя Европейский Союз Евразийскому Союзу, приводя различные аргументы, с помощью этого невозможно прийти к какому-либо решению. Нам нужно больше вникать и больше слушать. Только с помощью этого мы можем прийти к общему итогу и к общему решению. Во время своего визита президент Армении Серж Садкисян отметил высокий уровень армяно-российских отношений в экономической, в политической, военно-стратегической, в гуманитарной сферах. Но ни одного слова не было сказано о Евразийском Союзе. Мне кажется, что это было сделано с целью того, чтобы показать, что наша страна пока не полностью готова вступить в данный Союз. Допустим, Армения уже часть Евразийского Союза. Почему есть мысли того, что Армения может потерять свой суверенитет? Разве экономическое сотрудничество и экономическая выгода есть потеря суверенитета? Тогда почему Армения не может потерять свой суверенитет, если она станет частью Европейского Союза? Вы не задумывались об этом? Да, Европа – это очень богатое культурное пространство с большим историческим и культурным наследием. Да, Европа – это очень большая выгода, в первую очередь экономическая. Вступив в Европейский Союз, Армения также выиграет много. Однако нам необходимо понять и осмыслить проблемы. Сегодня вопрос заключается не столько и не только в том, вступать ли в Европейский Союз или в Евразийский. Вопрос заключается в том, чтобы понять все эти процессы, которые происходят, понять все, что окружает нас сегодня, и сделать правильный выбор. Вопрос заключается в том, что мы сами хотим. И куда мы движемся? Разве мы знаем, куда мы сегодня движемся? Вы задавали себе этот вопрос? Посмотрите на нашу внутреннюю экономику. Разве она сегодня способна играть какую-то роль, а тем более мировую? Мы не можем обеспечить сегодня наших семей. Прежде всего, мы должны ставить правильные цели и двигаться к ним. Первая цель для нашего общества – это процветающая экономика, которая обеспечит людей работы, жилье. Когда люди смогут обеспечить себя всем тем, что им необходимо, они смогут задумываться о тех вещах, которые окружают сегодня нас. Вы задумывались над вопросом? Нам необходимо решать внутренние проблемы, чтобы вступать в данные Союза? Или все-таки мы вступаем в данные Союза, чтобы решать внутренние проблемы? Что требует Европейский Союз для того, чтобы мы стали частью него? Это в первую очередь бесконфликтное общество, то есть решить карабахский вопрос. Во-вторых, это низкая коррупция, высокое экономическое развитие, высокие социальные гарантии, благополучное общество. То есть получается, что решив эти проблемы, мы должны вступать в Европейский Союз. Тогда зачем нам нужен Европейский Союз, если мы сами можем решить все эти проблемы? Вопрос заключается в том, что мы хотим вступить в Европейский Союз, а Евразийский Союз хочет, чтобы мы стали частью его семьи. Выбор стоит за нами. Каждый день из Армении, по официальным данным, уезжает 600 человек. Зачем они едут? Конечно же, за работой. Куда они едут? Конечно же, правильно, в Россию. Большинство из них едет в Россию, потому что ни одна и другая страна не дает возможности временной работы. А почему мы не едем в нашу любимую Европу? Конечно, правильно. Потому что Европа, наоборот, дает деньги, чтобы мы покидали их страны. Гражданин Республики Армения сейчас незаконный мигрант в России, который поехал туда в поисках работы. Но в случае вступления в Европейский Союз, мы получим возможность быть полноправными и равными гражданами одного и единого евразийского пространства. Плюс к этому, мы не будем покидать свои страны, потому что мы будем иметь единый и полноправный, беспроблемный, конкурирующий рынок. Так, как подобает нормальной и процветающей стране. Вступать в Европейский или в Евразийский Союз – это наш с вами выбор. С вами был Арман Гукасян. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»